друзья добрый вечер я по традиции всегда начинаю лекцию лицом к вам ну то есть в основном и лекции я веду все таки с выключенной камеры потому что наш основной материал он формате презентации меня зовут меня сам станислав я в настоящее время работаю product менеджер of the nation alerts в принципе в мэйле я работаю последние три с половиной года до этого был project менеджер и комьюнити аналитиком в пиксоник работал с комьюнити растил нашу фейсбу группу youtube общался с инфлюенсерами был лицом и голосом проекта war robots вел там прямые стримы на английском языке снимался на зеленке классно времена были скучаю бывший журналист и ученый преподаю около 8 лет то есть это дело люблю и это вот такая уже и глаз который наверное я не слезу то есть что чем бы я не занимался так или иначе я прихожу к преподаванию и закончил свое время фестив чем я занимаюсь прямо сейчас как продукт участвую во всех этапах создания продукта от идеи до реализации то есть общение со стейкхолдерами оформление условий согласования общая постановка эпика декомпозиция задач техническая декомпозиция ну и так далее вплоть до реализации анализики и поддержки много общаюсь ну это логически вытекает из первого пункта и анализирует очень важный навык для хорошего продукт менеджера это умение анализировать да скорее всего продакт не будет настолько же хорошо уметь в анализ как специализированная аналитика это нормальная ситуация более того до любого проекта который больше чем там не знаю стартап на трех человек с проверкой гипотезы нужен полноценный аналитик есть я не верю в том что не стоит занимать заменять продуктом аналитика но заключением случаев когда на уровне бюджетов нельзя себе условно говоря позволить то есть все равно отдельный аналитик это удобно но мы всегда должны как продукты пойти и уметь посчитать пойти посмотреть что происходит пойти составить отчет просто потому что это важно нам для нашей работы куда мы хотим прийти то есть стратегия это как раз таки история в чистом виде про продуктов но и про руководителей чисто бизнесов как мы туда попадем тактика эта история в большей степени про project of но и то и другое очень часто встречается в работе продуктов поэтому мы и про то и про другое говорим и так первый час мы будем общаться о продуктах целом наша сегодняшняя лекция она будет посвящена продуктам и их развитию то есть мы поговорим что такое продукт как его вообще определить чем он является чем он не является мы поговорим о том зачем продукт нужен как он используется и кем он используется мы поговорим о болях проблемах и хотелках пользователей о том что составляет основу любого хорошего продукта затем во второй части мы поговорим про создание и развитие продукта из каких этапов состоит жизнь продукта это вот на самом деле много вопросов про это задавали в прошлый раз и сегодня мы про это обсудим про это поговорим это обсудим как продукты развиваются и что такое метрики с чем их едят поехали что такое продукт и зачем он нужен чтобы с ним работать для того чтобы про него говорить неплохо бы ввести базовое определение понятно что определение могут быть разные мне лично нравится вот такое продукт это сущность или сервис которые покупатели используют для удовлетворения потребности или желания здесь есть важный нюанс какой именно в этой формулировке я не согласен со словом покупатель почему потому что продукт не всегда продается несмотря на то что бизнес в конечном итоге мы много про это говорим что ему важно монетизироваться и развиваться но не всегда и это покупатель иногда это бывают битуби компании работающие на основе какого-то бартера иногда это бывают благотворительные организации которые тоже создают продукт регина подписка да то есть поэтому важно помнить про то что когда мы говорим покупателя мы подразумеваем что человек обязательно должен продукт купить большинстве случаев это так но не всегда так что мне больше нравится вот такой исправленный вариант продукт это сущность или сервис который клиент использует для удовлетворения потребности или желания то про что мы уже упоминали в прошлый раз проект это процесс а продукт это результат это одно из отличий project менеджера от продукт менеджера часто но не всегда продукт это результат проекта то есть некоторого идущего процесса в результате которого получается продукт который мы можем предложить клиенту вопрос зачем нужен продукт на самом деле мы уже ответили на него для удовлетворения потребности или желаний это очень важная фраза потому что она во многом определяет философию продуктов особенно сейчас войти и это с одной стороны а с другой стороны про это очень часто забывают это вот причина по которой в таком большом количестве выходят продукты на которые смотришь и думаешь господи а для кого это вообще сделано и потом они не взлетают вот это огромное количество стартапов просто потому что для удовлетворения потребности или желания не было учтено смотрите сейчас я буду приводить примера вам нужно будет написать чат что это продукт или проект давайте спасем леса россии от вырубки это продукт или проект 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 да молодцы совершенно верно это проект то есть это некоторый процесс некоторый лозунг на которую откликаемся мы процесс супер дубовый брус 200 рублей за квадратный метр это проект или продукт процесс или продукт совершенно верно это продукт для конкретный результат возможно процесса первого когда у нас была вырубка который мы можем продать или передать на общем как-то с ним взаимодействовать супер продолжаем это были пока простые примера netflix это продукт или проект продукт продукт проект и то и то продукт проект а спорный вопрос да мне не начинают разделяться самом деле netflix это пример когда перед нами одновременно и продукт и проект совершенно верно как пишет максим смотря что мы предполагаем под netflix то есть netflix например как то чем пользуется покупатель то чем пользуюсь я вы сидя на диване вечером это конкретный продукт netflix как кинокомпания который выдает деньги на съемки или netflix как большой бизнес это проект то есть это одновременно и то и другое да совершенно верно елена отдельно сериалы внутри их продюсирование и так далее это проект съемки сериала друзья это продукт или проект 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 слова съемка неоднозначно но на самом деле по сути это проект то есть сам процесс съемки сериала друзья это проект сам сериал это продукт образовательный портал mail.ru это проект или продукт и то и то проект продукта так 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 интересно да на самом деле это и то и другое то есть одной стороны этот проект это образовательная инициатива с которой можно работать этот процесс он постоянно обновляется и вот та версия которой вы пользуетесь сейчас на совсем-совсем свежая а с другой стороны для вас например это продукт для меня как преподавателя это продукт потому что я его использую для своих целей. И вы его используете для своих целей. Молодцы. Мона Лиза. Проект или продукт? На самом деле, сразу немножко раскрою карты. В случае, когда мы говорим про искусство, становится сильно сложнее, потому что искусство во многом это не бизнес. И тут зачастую сложно определить проект или продукт. Возможно, это продукт, если мы воспринимаем Мона Лизу как конечную картину. А если мы говорим про какую-нибудь сикстинскую капеллу или про процесс рисования, в котором это происходит, то это проект. Даниил, лайфхак, отвечать оба. Ну, если бы ты ответил оба на первые два вопроса, то это было бы неверно. Регионный продукт, но как искусство потом монетизируется, делают копии магнитики, это уже проект. Я бы сказал, да, процесс монетизирования это проект, результат монетизирования, копии магнитики, это продукт все еще. Участок земли в Сибири, это проект или продукт? На самом деле, зависит от того, как вы его используете. Скорее всего, это продукт, его можно продать, но участок земли в Сибири, это может быть проект, если вы его получаете. Так что по-разному. Полина, если монолизу рассматривать как некий лейбл, то это проект? Я бы сказал, что лейбл это все еще продукт. Не знаю, условный Макдональдс, это продукт сам по себе. Практически любой бренд это продукт. При этом внутри бренда, как в примере с Нетфликсом, те процессы, которые происходят, это будут проекты. Дима, что это было для художника на тот момент, может иметь значение? Да, может, потому что продукт и проект это довольно субъективная история. Для разных участников процесса это может быть разные вещи. Итак, как продукт возникает и где его найти? Такой очень актуальный вопрос, которым задаются все, особенно в Кремниевой долине. Давайте его обсудим. Где продукт возникает? На самом деле на этот вопрос мы уже отчасти отвечали. Он возникает там, где у пользователя, потенциального пользователя, есть боли, хотелки или проблемы. Боли еще называются Customer Pain Points, то есть точки боли пользователей, которые мы можем закрыть. У человека есть что-то, что ему не нравится, или есть уже имеющееся закрытие этого чего-то, что не нравится, но которое не идеально. Вот и та и другая ситуация, когда есть какой-то болевой процесс, хотелка, проблема, и она не закрыта или закрыта неоптимальным способом, это потенциально ниша для нас. Примера. Например, боль. Хочу есть, но не успеваю или не хочу готовить. Чисто физическая потребность, которая выражается в сочетании с ленью или отсутствием времени. Хотелка. Хочу iPhone 12, хотя он мне очень не нужен. Вот это интересный пример. Часто говорят про то, что продукты, они возникают, исходя из боли пользователей. Про первый пункт. Но забывают про второй, потому что, например, тот же бренд Apple, во многом он занимается тем, что он не закрывает боль, а тем, что продает хотелки. И в целом так зачастую работают уже устоявшиеся дорогие бренды, которые могут себе это позволить. Они в большей степени смещаются от закрытия болей и потребностей к закрытию хотелки. Данила, где-то мы видели эту боль. Возможно, да. Проблема. Нужно перевезти бабушку, хотя у меня нет машины. И для всех этих трех вещей боль, хотелка, проблема. Есть закрытие. В первом случае это доставка еды, Delivery Club, Яндекс.Еда, Dodo Pizza. Во втором случае это магазины Apple. Пришли, выбрали 12-й iPhone, забрали ее с собой. Ну, неплохо бы еще заплатить за него. В третьем случае такси или каршеринг. Все эти три штуки, боли, хотелки, проблемы, я, как правило, объединяю названием потребность. То есть в будущем, когда мы будем на лекциях говорить про потребность пользователя, можно будет расшифровывать ее либо как боль, либо как хотелку, либо как проблему. И продукт возникает там, где есть незакрытая потребность или более удобные ее решения. Алена, в чем отличие боли от проблемы? Боль – это что-то, что на постоянной основе в жизни нам мешает зачастую. И то, что сильно мешает жить. Проблема – это скорее то, что возникает более локально. Не критично, что мы ее не закроем, но неплохо было бы это сделать. На самом деле, боли и проблемы похожи. Хотелка тоже похожа на них, поэтому все вместе они объединяются в потребность. Там, где есть незакрытая потребность или более удобные ее решения, возникает продукт. Потребность можно найти или создать. Это вот та самая история про айфоны. Вы можете увидеть, что будущее за бескнопочными телефонами представить айфон аудитории, а спустя 10 лет вы можете выпускать телефоны просто потому, что они уже бренд. То есть вы создаете потребность, вы создаете хотелку. Егор, все-таки тяжело сказать, что Apple закрывает хотелки, так как они дают уникальную возможность использования iOS. Я думаю, Jobs все-таки вбил в боль, а не в хотелку. Да, но это ровно про то, что я говорю. Jobs в 2007, если не ошибаюсь, в году представил первый айфон, и тогда он бил в боль. Но тут важно помнить, что в 2007 году айфон был далеко не передовой в плане технологий. Там было много текущих закрытий проблем, которые были у конкурентов, а в айфоне не работали. Но он создавал потребность, он создавал хотелку, он показывал, что это удобно, что это потенциально более удобно. Сейчас айфоны в большей степени, наверное, в большей степени, это не совсем корректное слово, в не меньшей степени закрывают хотелки, чем воли. Да, вот это ровно про то, что все-таки с уходом Стива Джобса немножко поменялась эта история. Но сегодня мы про него еще поговорим. Какой тип потребности лучший? Вот из тех, что мы перечисляли, тот, о котором пользователь даже не догадывается. То есть это самый идеальный сценарий. Если вы видите о том, что у вас есть потребность, у вас есть пользователи, и она у них есть, они при нее говорят, но сами этого не понимают, это лучший вариант. Почему? Потому что, когда вы начнете ее закрывать, пользователи внезапно осознают, что а, у них есть такая, Никита, красавчик, а, у них есть такая проблема, б, вы уже предлагаете им готовое решение. То есть это будут самые верные, самые лояльные для вас пользователи. Если вы до них дотянетесь, то это будут ваши амбассадоры бренда, ваши евангелисты, люди, которые будут прокачивать и распространять ваш продукт. На самом деле, любопытно, что это произошло. Вот сейчас это происходит в ярко выраженном виде, и, наверное, последние лет пять происходило в игровой индустрии. Раньше игровая индустрия, в целом, игровая индустрия, она проходит весь тот же самый путь, что и IT-индустрия глобальна, но только с лагом в лет 10-15. То есть по тем же самым рельсам, с теми же самыми процессами, проблемами или победами, они идут по пути IT. И вот сейчас игровая индустрия, она сильно расширилась, в первую очередь, за счет мобильных продуктов. И она перешла от такой элитарной области, которая была доступна раньше только отдельным людям, геймерам, к домохозяйкам на кухне, к мужчинам засоров в гаражах. И это люди, которые раньше не пробовали игры. Для них, для одних были созданы игры в три в ряд, типа Homescapes, Gardenscapes, для других был создан World of Tanks. И те, и другие подняли огромные деньги на этом и продолжают поднимать. Почему? Потому что они закрыли потребность пользователя, о которой он даже не догадывался. Это те категории населения, которые считали, что игры не для них. Но на самом деле, им это было интересно, просто не было игр, которые были бы рассчитаны на них. Как только они появились, они смогли завоевать свою аудиторию очень быстро и очень эффективно. Это вот прям яркий такой пример за последние пять лет. Дима, гиперказуальный игрок. Да, но на самом деле, три в ряд это еще считается casual, гиперкэш, это уже, не знаю, что-то из серии кликеров, например. Какие-то вопросы есть? Мы поговорили с вами, давайте я еще раз напомню, про то, что такое продукт, где его искать, как он должен находиться. То есть он должен закрывать потребности, боли, хотелки или проблемы и должен делать это эффективно. Вроде бы пока все должно быть понятно. У меня есть вопрос. Можно я задам его устно, чтобы не расписывать долго? Давай, давай. Он как раз про вот тип потребности, который не догадывался, ну, то есть сам человек не догадывался. Ага, так. Знаете ли это примером, например, если ты знаешь какой-то очень узкий там инсайт, допустим, вот если мы берем клабхаус, никто раньше там, ну, или делали как-то не совсем успешно, людям казалось, что там им не совсем будет удобно говорить что-то речью без записи, но мы нашли таких людей, у которых была ярко выражена потребность делать контент устно, там, без записи, как-то вот так собираться, общаться, это был их инсайт. На этом инсайте мы сделали приложение, в итоге приложение там все-таки выстрелило, и оказалось, что такой инсайт был у многих людей. Это то же самое, или это увеличение аудитории за счет уже существующей проблемы? Ну вот... Давай я на всякий случай попытаюсь уточнить, потому что я не уверен, что до конца понял вопрос. Ты приводишь пример с клабхаусом, правильно? И ты задаешь вопрос. Ситуация с клабхаусом, которая произошла, это у людей был инсайт, и они закрыли некоторую потребность, или они добавили дополнительную ценность к уже имевшейся закрытиям этой потребности, правильно? Ну вот да, то есть я создала клабхаус, потому что я думала, что такая аудитория точно есть, а потом оказалось, что эта аудитория намного больше. Это я нашла большой инсайт, или как-то они сами его себе взяли? Что ты имеешь в виду подсоздала клабхаус? Создала клабхаус как продукт? Ну да, вот как продукт именно. Ну смотри, до клабхауса было большое количество решений, которые закрывали те же самые потребности. Ну да. То есть был, условно говоря, Дискорд, Телеграф внедрил, голосовые чаты. Просто в случае клабхауса он сделал упор на элитарность, а элитарность, она всегда вызывает интерес. Это раз. Второй момент, то что в почти любой социальной сети новый выходящий, если ты можешь заманить инфлюенсеров, в принципе, сейчас очень сильно на уровне брендов, на уровне распространения влияют инфлюенсеры. Если у тебя есть возможность, не знаю, заманить каким-то образом Илона Маска и Пашу Дурова, и они у тебя сидят в одной комнате, и ты к ним можешь попасть, естественно, это влияет на то, что люди к тебе идут валом, потому что им это интересно. Другое дело, что через месяц такого конкурентного преимущества у тебя уже не будет. Через месяц, например, через два месяца ты станешь еще одной социальной сетью. И в этом плане это очень ограничено по времени USP. Вот то же самое Clubhouse, хайп, который по поводу него был в первую неделю, то же самое, что было в свое время, если ты помнишь, с призмой. Было предложение от ребят из Мейла, которое сделали один из первых оформительных фотографий в виде разных картин, в виде разных стилей. Она дико заерусилась, дико выстрелила, но всего лишь на месяц. То есть дальше она продолжала работать, но такого активного развития у нее не было. То есть в этом плане это неплохая тактика для того, чтобы набрать первую аудиторию, для того, чтобы выйти, например, на следующий раунд инвестиций, но это не основное закрытие потребностей, не основной USP, который тебе будет отделять конкурентов. Если ты рассчитываешь исключительно на элитарность, то, естественно, это должен быть не Clubhouse, а какой-нибудь клуб для джентльменов в Оксфорде, в который доступ получает только 300 человек. Тогда и монетизироваться ты будешь совершенно по-другому. Кажется, я поняла. Да, спасибо. Пожалуйста. Так, вижу, что у нас в чате. А можно еще вопрос на эту же тему? Давай, давай. Ну вот, а если мы возьмем, например, созданные онлайн магазины с продуктами, раньше это было не особо всем нужно, но во время карантина это стрельнуло и как бы закрыло потребности, которые никто не подозревал, но они уже были, и все начали резко их искать. Тоже по поводу магазина с продуктами у нас до карантина существовали доставки. Они существовали, я к этому говорю, но они как бы не было в них столь необходимой потребности, просто это закрывало как раз таки экономия времени, а потребность о том, что они будут жизненно необходимы и не будет возможности выйти из дома, это уже другой же момент. Да, все так, но это нормальная ситуация, когда в силу внешних обстоятельств потребности меняются и даже одни и те же продукты они могут быть в разной степени востребованы. То есть, как ты правильно заметила, доставка еды или покупка, она была доступна, точнее, она была хотелкой, а теперь она стала болью. Да, да, это довольно правильная формулировка. А когда пример, а можно пример того, когда именно кто-то предугадал? Хоть какой-то момент. Предугадывание, это та же история про iPhone. То есть, мы сегодня тоже будем смотреть кусочек, когда вышел первый iPhone, не существовало, я просто на всякий случай напоминаю, ну, как бы, сейчас мы живем в мире в парадигме плоских экранов, мы с ними взаимодействуем. Это любые планшеты, любые телефоны. А может, когда не iPhone подразумевать? На момент выхода первого iPhone, что? Можно тогда не про iPhone говорить, а про Player, правда, я уже забыла, как он на вебе назывался. Он назывался iPod, и он был кнопочен. Там было колесо. Но к тому, что тогда никто и не предугадывал, что такое может быть в принципе, а потом они появились и стали у всех. Это как AirPods. Вот, и, кстати, AirPods. Так и работает предугадывание. Это называется визионерство. Считается, что в любой успешной компании во главе должны стоять двое. Должен стоять визионер, который хорошо чувствует, как должно строиться будущее и менять мир вокруг. И должен стоять исполнитель, который может осуществить рукава и это сделать. Вот, Стив Джобс, он совмещал, но в большей степени он был визионером. То есть, он прям четко видел, как можно гнуть мир вокруг себя для того, чтобы показать людям, какая потребность у них есть или для того, чтобы это потребность создать. Ну, то есть, это вот этот пример. Да, да, это равно этот пример. Так, да не за что. Снова возвращаемся к чату. Егор, есть ли пример хоть одного продукта, который стал успешен, при этом не закрыв боль, хотел такую проблему? Я бы сказал нет. Ну, тут вопрос, что такое критерий успешности, оно в долгосрочной перспективе больше двух месяцев, нет. Ну, просто по логике. Продукт будут использовать почему-то. Кому-то он дает ощущение, не знаю, элитарности преимущественно другими людьми. В каких-то случаях это закрытие базовых потребностей. Мы еще будем отдельно говорить про то, какие типы потребностей бывают. Там, не знаю, сон, питание, для кого-то это закрытие культурных потребностей. Но так или иначе, продуктом почему-то должны пользоваться. А вот это почему, это как раз более хотелка для проблем. Так, Настя, есть вопрос, можно голосовать? Можно. вопрос касательно потребностей, о которой пользователи должны догадываться. Есть ли какая-то, ну, условно, статистика, насколько более успешны проекты, когда хотелку пользователя, мы придумываем ему, например, мы придумываем вертолетики, не знаю, в шляпе, скажут, что это очень важно, и начнем это продавать. Либо мы предугадываем какую-то потребность, которая действительно есть, но о ней человек не знает. Смотри, я отвечу так, статистики по тому, какой процент успешных кейсов, когда люди смогли предугадать потребность и при этом выстрелить, и того, насколько они, например, смогли стать более успешными, чем просто люди, которые закрывают уже имеющиеся потребности, такой нет отдельно. Но, есть статистика по, ну, всем известно более-менее, вот все так или иначе слышали, что большинство стартапов, они закрываются уже через полгода после открытия, и тут очень важный момент. Очень многие люди, они буквально гонятся за вот этим желанием продать закрытие потребности. То есть, условно говоря, я не знаю, я замечаю в своей жизни какой-то паттерн поведения, я такой, ух ты, я мог бы сделать приложение, которое это закрывает. Сейчас еще, на самом деле, еще более популярно, а вот если мы туда еще и добавим машин-лёрнинг и нейросеточки, то вот точно выстрелит. Но тут мысль один, что если ваше приложение не работает без машин-лёрнинга и нейросеточек, то есть оно само по себе не может закрывать потребность, то его и нейросеточки не спасут. Тут оно должно само по себе представлять ценность и нейросеточки — это только инструмент дополнительный для прокачки масштабов. Это раз. И второе, то, что зачастую люди выдумывают потребности у пользователей, которые у них на самом деле не существуют. И здесь очень важная грань. Это потребность, которая есть, но которую не осознают. Но правильно проводя пользовательские интервью, то есть, например, я заметил какой-то паттерн поведения, условно говоря, не знаю, мы бы предположили, что у нас сейчас не существует программ для медитации. При этом я чувствую, что я работаю, у меня повышается тревожность, я хуже сплю. И такой думаю, блин, у меня нету своего тренера по йоге, но было бы круто, чтобы кто-то меня учил медитировать. А вот возьму-ка я какое-нибудь приложение сделаю, которое это закроет потребность. Но перед этим поговорю с пользователями. Я дальше иду и провожу пользовательские интервью. Если я грамотно их провожу, я внезапно выясняю, что да, у людей, особенно на карантине, повысилась тревожность. Люди сложнее концентрируются, люди выгорают. То есть такое есть, но они даже сами этого не замечают. А если и замечают, то не знаешь, что с этим делать. И это отлично. А если бы я пошел, люди мне сказали, что все отлично, то создавая приложение, только исходя из предположения, что вот моя боль, она есть у всех, скорее всего, не взлетит. То есть потребность, она должна быть. Просто не все ее могут осознавать. Это вот та самая потребность, про которую люди не понимают. Надеюсь, ответил на этот вопрос. Да, спасибо. Пожалуйста. Так. Полина, есть ли методология, с помощью которой мы определяем неочевидные потребности? Да, на самом деле это вообще в целом отдельная, даже не одна лекция, а можно большой курс поэтому провести. Это сейчас самая горячая тема. Естественно, все же хотят сделать крутой стартап, который разовьется, и для этого все хотят найти какую-то проблему в деле неочевидную, то есть какая-то ниша, которая еще не закрыта, которую они могли бы закрыть. Поэтому в целом есть прям отдельные подходы, как можно искать идеи, проблемы, и потом их пытаться закрывать по требованию. А могу спросить? Это мой вопрос. Да, давай, Полина. А где да, где можно узнать тогда вот про эту методологию, да, потому что я знаю, что некоторые там рекомендуют читать там людей типа Рэй Курсуэйла, да, и всякие, не знаю, последние научно-бавулярные исследования, да, вот. Может быть, вы еще посоветуете, не знаю, какие-то вот статьи, да, или какой-то вообще общий подход к этому. Ну смотри, Полин, тут, как я уже сказал, есть вариантов много, потому что реально потребности, их можно найти где угодно, поэтому и какого-то одного единственно правильного способа нет. Мне, например, довольно импонирует способ, который в одной статье описывал, господи, забыл имя, ну, не так важно. В общем, суть в чем? В том, что с потребностями проще всего работать, когда ты их хорошо знаешь. Лучше всего ты знаешь свои потребности, поэтому полезно в качестве такого даже эксперимента в течение недели наблюдать за собой и смотреть, какие потребности у тебя возникают. Прямо их фиксировать. Это, во-первых, полезно с точки зрения понимания своего поведения. Это вот в целом как бы, говоря про поведение других пользователей, имеет смысл начинать с себя. А, во-вторых, ты внезапно можешь обнаружить какие-то куски своего, не знаю, ежедневного общения, поведения, бытовых проблем, которые можно было бы закрыть более эффективно. Дальше твой следующий этап. Окей, ты составляешь список того, что у тебя образовалось, и ты начинаешь полномерно проверять, что из этого, общаясь с другими людьми и проводя качественное интервью, что из этого могло быть потенциальной идеей, которая выстрелит. Что из этого это не только твоя потребность, но и потребность других людей. Когда ты сузил свой список, можно идти еще дальше, создавать какой-то прототип очень быстрыми и традиционными дешевыми средствами и проверять, насколько это массовая история. Потому что все равно, ну, ты сможешь опросить там 10, 15, 30 человек, но это не, скорее всего, не вся аудитория, которую ты вот и хочешь захватить. Но я в свободное время попробую посмотреть, какие еще есть варианты. Может быть, я составлю отдельный список подходов. Спасибо. Пожалуйста. Арина, может ли продукт закрыть и боль, и хотелки? Может. Вот, собственно, история про iPhone. Она переходила от одного к другому. Сейчас он закрывает это и другое просто в разной степени. Дима, о том же Миро кто знал до пандемии? Да вообще говоря, много кто. Миро сейчас это такой стандарт в IT в каком-то смысле. Точно так же, как Figma выстрелила и стала более-менее стандартом для дизайнеров во многом. Вот Миро для продукт-менеджеров во многом стандарт. Так. Еда без лактозы и глютена достаточно хороший пример предугадывания проблемы в рамках России, если учесть, что есть хлеб и пить молоко часть культуры пары лет назад. Даниил. Хороший вопрос. С одной стороны, да, с другой стороны, история про лактозу и глютен. Тут важно отделять какие-то хайповые тренды от реальных проблем. И это не всегда просто удается. Условно говоря, тикток выстрелил, клапхаус пока непонятно. Еда без лактозы и глютена – это модная штука, про которую все забудут. Но сейчас я не говорю про токуну в реальности, я вот предполагаю, что, например, мы бы только про это узнали. Или это реальная проблема, которая есть. Я бы сказал, что... Да, да, да. Можно, например, я просто недавно у меня получилось так, что на фоне гастрита у меня и проблемы с организмом у меня теперь есть непереносимость лактозы. Я об этом не знал. И как бы, насколько хайповая тема не была, просто люди могут не узнавать о том, что проблемы вызываются тем, что привычно их рациону на протяжении как бы 18-20 лет. То есть, вот тонкая грань в том, что есть, да, для кого... Если мы выкинем Москву и Санкт-Петербург, например, то получится, что люди даже могут не догадываться, что проблемы их пищеварения связаны с обычными продуктами. Это правда. Но я в ответ тебе немножечко... Не то, что возражу, а добавлю тебе мысль. Не просто так. В Москве и Петербурге это сейчас наиболее распространенная история. Сейчас есть кафе и рестораны, сейчас есть продуктовые доставки и большое количество инфлюенсеров, которые рассказывают про безлактозную, безглютеновую пищу. Почему? Потому что это как минимум недешево. То есть, здесь еще важно не забывать, что закрытие потребностей, оно... Ну, то есть, если вы хорошо закрываете потребность, но это для вашей целевой аудитории слишком дорого, это не закрытие потребности, потому что, скорее всего, большая часть аудитории от этого откажется. И в этом плане, например, если мы смотрим по всей России, то кажется, что закрытие потребности безглютенового и, не знаю, веганского питания или безлактозного питания, когда, условно говоря, ты получаешь 20-30 тысяч рублей, и ты просто не можешь себе позволить питаться так, скорее всего, ты не будешь закрывать эту потребность. Для тебя более важно закрыть потребность выжить, чем закрыть потребность питаться качественно, чтобы не было проблем со здоровьем. Ну, например, как бы безлактозное молоко, с учетом сейчас распространения и ценового сегмента, то можно позволить на уровне, как и обычное молоко. Смотри, тут вопрос курицы и яйца. То есть постепенно эта вся история, она проникает, вначале она проникла в Москву, Питер и в большие города, а сейчас она проникает в регионы. Почему она туда проникает? Потому что, как ты правильно заметил, появляется информированность. Есть инфлюенсеры, есть люди, которые про это рассказывают. И появляется спрос. Но пока нет спроса, эти истории туда не идут. То есть, на самом деле, в вопросах розницы, это именно вопрос розницы, это естественный процесс, когда такие штуки распространяются. Ну, то есть, если мы возьмем, что создать этот продукт, подождать, потому что люди все больше будут об этом узнавать, это как бы хорошее предугадывание. Ну, в целом, да, ты обращаешь внимание на тренд, который, скорее всего, сработает, но сработает при определенных условиях. То есть, он сработает, если стоимость этих продуктов будет сравнима со стоимостью обычных продуктов. Он сработает, если майнсет пользователей, то есть, если появится новое поколение, которое знает, что это актуально, и которые ходят к врачам и могут у себя это диагностировать. На самом деле, сейчас очень похожий процесс происходит на уровне экосистем, на уровне, например, Яндекс Плюса, на уровне ВК-комбо. То есть, все подписочные сервисы, подписочная модель в России, она не работала долгое время. Все подписочные сервисы, они либо уходили из России, либо перестраивались на другую модель монетизации. И сейчас большие компании с большими маркетинговыми бюджетами, почему я сейчас говорю про большие, потому что это не просто история про создание продукта, это именно история про то, что тебе нужно убедить пользователей, что это удобно, что такая хотелка у них есть. То есть, эта история про смену майнсета, это требует очень больших бюджетов. И, скорее всего, ты будешь работать долгое время в минус. То есть, это вопрос перспективы не пяти, даже не десяти, возможно, лет. Ты строишь свою бизнес-модель на перспективу 15-20 лет, предполагая, что, не знаю, первые пять лет ты работаешь в минус, расти аудиторию, меняешь майнсет, а потом начинаешь работать в плюс, и через 10 лет, через 15 лет отбиваешь свои вложения и начинаешь работать в плюс. Но это игра в долгу. Насколько, это отдельный вопрос, насколько в рамках России это стоит делать, с учетом нашей текущей ситуации, я не знаю. Вот. Но так или иначе, это так. Окей, спасибо. Классные вопросы, давайте двигаться дальше, потому что у нас есть большой блок, посвященный разным метрикам. Но перед этим сделаем перерыв пять минут. Вы можете продолжать обсуждение в чатике. Я вернусь и посмотрю все вопросы, которые будут. Вижу, некоторое количество вопросов собралось. Даниил. Хорошее предугадывание проблемы всегда в долгую или же все же можно предугадать так, чтобы через месяц-два с момента идей и реализации продукт выстрелил? Иногда, иногда продукт может так выстрелить. Но это должна быть прямо проблема. Это очень редкий кейс. Почему? Потому что чаще всего потребность, которую пользователь сам не осознает, он и не осознает ее быстро, даже когда появится закрытие этой потребности. То есть есть истории, когда есть приложение или сервис, который закрывает актуальную существующую проблему, но люди им просто не пользуются. И даже не просто потому, что про него не знают, а потому что, ну, они читают, для чего он нужен и говорят себе, ну, это же не мой случай. То есть тут еще это вопрос устоявшегося майнсета. То есть ситуация, когда мы выбираем какую-то, предугадываем потребность и через месяц-два с момента реализации она выстреливает, это потребность, которую легко осознать и принять, но которую почему-то до этого момента люди не принимали. Это редкий сценарий. То есть чаще всего, если потребность неосознанная, значит человеку нужно будет в голове что-то перестроить для того, чтобы начать, ну, то есть чтобы закрывать потребность, человек должен вначале понять, что у него эта потребность есть. Так, Камила. У меня возник такой вопрос. В рамках одного проекта может существовать множество подпроектов, а может ли существовать множество подпроектов. Да. Пример Ютуб. В рамках Ютуба есть отдельный продукт. Есть отдельный продукт, это рекомендательная лента. Есть отдельный продукт, это поисковая строка. То есть Ютуб делится на большое количество продуктов. Гугл делится на большое количество продуктов. Так, хорошо. Давайте продолжать. Кстати, отчасти про это, про то, как продукт может делиться на А про продукты мы тоже сейчас поговорим. Компоненты продукта и из чего он состоит. Какой тип потребности лучше? Помните, мы начинали обсуждать, я говорил про 2007 год. Сейчас я вам покажу пример, я надеюсь, будет работать презентация. Вполне возможно, что большинство из вас ее не видели. 2007 года, когда Стив Жобс представлял первый айфон. Я еще раз напоминаю контекст. До этого момента не существовало массовых телефонов без кнопок. То есть все телефоны так или иначе были кнопочные. Была Motorola Razr, которая классно раскладывалась. Было поколение Nokia самых разных. Была неубиваемая Nokia 3100. Но не было телефона, который бы полностью был в виде одного экрана. И он, как визионер, понял, что за этим будущее. На самом деле, во многом за этим было будущее с его точки зрения. Еще потому, что развивались мобильные сети. Без 3G, а затем 4G и сейчас уже 5G. Всего этого бы не произошло. Но и в целом развитие интернета. На самом деле, еще я хотел вам показать этот ролик. И сейчас его покажу. Потому что, на мой взгляд, это очень круто выстроенная презентация. В принципе, у Apple всегда были довольно мощные презентации. Но конкретно это, это история на уровне условного Мартина, Людсера и Кинга и так далее. То есть по всем канонам правильных презентаций, создания ожиданий, закрытия, количество юмора, она очень грамотно выстроена и отрепетирована. Так, сейчас включу. Напишите, пожалуйста, в чате, будет ли идти звук. В общем, это время. В общем, это время. В общем, это время. a revolutionary product comes along that changes everything and Apple has been well first of all one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career Apple's been very fortunate it's been able to introduce a few of these into the world 1984 we introduced the Macintosh it didn't just change Apple it changed the whole computer industry in 2001 we introduced the first iPod and it didn't just it didn't just change the way we all listen to music it changed the entire music industry well today we're introducing three revolutionary products of this class the first one is a widescreen iPod with touch controls the second is a revolutionary revolutionary mobile phone and the third is a breakthrough internet communications device so three things a widescreen iPod with touch controls a revolutionary mobile phone and a breakthrough internet communications device an iPod a phone and an internet communicator an iPod a phone these are not three separate devices this is one device and we are calling it iPhone today today Apple is going to reinvent the phone today Steve Jobs I don't have a warning but in 2007 they discovered have a phone and as well it's going to be what we ought to live in the next 5-10-15 years I have a warning but on aivas display keyboard and touch control it is in it in the first of the first of all most of the Steve Jobs and Apple this is a wonderful great presentation if there's a desire you can see watch the same from my point of view it's one of the one of the one of the ever it's ever great so Итак, давайте поговорим про компоненты продукта. Из чего продукт состоит? Как правило, выделяют три основные составляющие. Есть ядро продукта, есть сам продукт, располагающийся вокруг этого ядра, и есть дополненный продукт. Чем они различаются и в чем у них суть? То есть, ядро продукта – это то, что он делает. Какую потребность закрывает, в чем его USP или UTP – уникальное торговое предложение Unique Southern Point, то есть киллер фича, который будет отличать его от других продуктов. Если мы у продукта уберем всю шелуху, уберем всю наружную часть, уберем все лишнее, оставим только ядро, это, по сути, будет MVP. То есть, это что-то, что уже закрывает базовую потребность. Пусть не очень удачным образом, пусть не идеально, но в нем уже есть так киллер фича, благодаря которой этот продукт выстрелит. Затем сам продукт. Сюда относятся фичи, бренд, качество, дизайн. После того, как мы увидели потребность, увидели, что у нас есть способ эту потребность закрыть, когда мы сформировали ядро продукта, дальше мы начинаем на него навешивать разные штуки. Мы поговорили с пользователями, увидели, что им хотелось бы еще увидеть калькулятор, а еще таймер, а еще, не знаю, возможность выбирать температуру, оп, у нас из устройства, которое просто посылает микроволны, появляется микроволновка. Дальше мы туда сверху добавляем дизайн, сверху делаем качество с гарантией на 5 лет, у нас есть сам продукт. У него есть ядро, он может разогревать пищу, у него есть фичи, бренд, качество и дизайн. И затем есть дополненный продукт. Это вся история, которая идет вокруг продукта после того, как он вышел с завода. Это доставка, оплата, поддержка, гарантия техобслуживания. Важно не забывать про то, что мы говорим не только про IT-продукты. Даже в случае IT-продуктов есть поддержка, есть саппорт, есть комьюнити, есть технические специалисты, есть гарантия. То есть в случае IT-продуктов дополненный продукт тоже работает. Это тоже часть продукта, это часть процессов, особенно если вы будете делать свою компанию когда-нибудь и планируете зарабатывать свой первый миллион долларов, не забывайте про это. Итак, компоненты продукта. Еще раз, ядро продукта – это что он делает, в чем его USP, какая киллер-фича. Сам продукт. Фича, бренд, дизайн, качество. И дополненный продукт, то есть все, что есть вокруг – доставка, оплата, поддержка, гарантия. Вот, собственно, на примере YouTube, который мы уже упоминали. В чем состоит ядро продукта YouTube? Что это? Что он делает? Какая у него киллер-фича? Ну, изначально YouTube – это фактически был хостинг для видео. То есть он позволял видео смотреть. Затем он преобразовался, и сейчас это в большей степени совершенно верно, Елена. Это лента с видео. То есть точно так же, как какой-нибудь TikTok или Stories в Инстаграме, это история про постоянный контент, который в идеале не заканчивается. То есть человек заходит, и задача YouTube – сделать так, чтобы он как можно дольше на YouTube оставался. Как мы это монетизируем? Да очень просто. Дальше мы туда наслаиваем рекламу. Точно так же, как мы очень просто монетизируем любой поисковик. Именно поэтому у YouTube произошел пиво, и он в какой-то момент начал столько денег вкладывать в исследования рекомендательных систем, описать их в свои собственные. Именно поэтому он настолько залипательный. То есть мне кажется, что из сейчас известных массовых IT-продуктов YouTube – это один из самых успешных и ненавидимых примеров действительно залипательного продукта. Потому что у них прямо вплоть до того, что есть метрика залипания того, насколько человек, не знаю, условно зайдя на 5 минут, выйдет через 2-3 часа. При этом здесь сам продукт. Кроме самой ленты у нас есть поиск. У нас кроме рекомендаций есть описание, есть чат, есть комьюнити, есть возможность отдельно креаторам, которым работать с YouTube, что-то создавать. Так, да, совершенно верно. Плейлисты, тренды, комменты. Камила, YouTube начинался как сайт для знакомств с видеооткрытками. Кстати говоря, да, у нас будет занятие, где мы будем много говорить про то, как большие сейчас известные IT-компании или сервисы, или продукты начинали, и там есть прям очень интересные кейсы. Да, Елена, это считается. Ну, у нас есть дизайн YouTube, который мы знаем, и который должен делаться по гайдлайнам, иначе они даже не разрешают пользоваться собой. У нас есть качество YouTube, то есть YouTube всегда работает. Если YouTube упал, то, значит, что-то прям случилось катастрофическое. В том году, по-моему, была история, что в какой-то момент YouTube ложился, и это был прям... Они, я думаю, много денег потеряли на этом. И есть дополненный продукт. Есть поддержка YouTube, с которой можно пообщаться. Есть поддержка YouTube, в которой можно сообщить про какой-то нелицензионный контент, и из-за него они банят. Есть некоторая гарантия. Например, вы участвуете в партнерской программе YouTube, и они гарантируют вам выплаты, если вы показываете рекламу. На самом деле, продукт, как я уже сказал, это не только IT. Вот, например, Nutella – это тоже продукт. Даже не потому, что это продукт, в плане его можно съесть, а в том смысле, что это конкретный бренд, конкретный продукт, который продается. Еда продукта – это фундук, какао и щепоточка магии. Более того, если посмотреть на историю создания Nutella, она вообще не задумывалась изначально о таковой. То есть просто в какой-то момент возникла возможность закрыть потребность рабочих в быстром перекусе, и при этом у владельца кондитерской компании было большое количество орехов и шоколада. Все. Но это оказалось очень успешно. Вокруг этого выстроился продукт, фича, бренд, дизайн, то есть та Nutella, которую мы знаем. Дальше идет масштабирование, дальше США и Италия, оно перешло в другие страны, и начался дополненный продукт. Но это все еще продукт. Итак, из каких этапов жизни состоит продукт? То есть как строится его жизненный цикл? Сейчас пройдемся полностью по основным этапам, верхний уровень, мы посмотрим на каждом из этапов, что происходит. Итак, первый этап – это развитие, затем внедрение, рост, зрелость, насыщение и спад. Сейчас проговорим, что происходит на каждом из этапов. Любой продукт начинается с развития. То есть здесь у нас есть какие-то гипотезы, у нас есть какие-то потребности, которые мы видим, и мы их проверяем. Мы общаемся с людьми, устраиваем качественные и количественные опросы для того, чтобы убедиться в том, что наши гипотезы, они верны. Если наши гипотезы верны, хорошо. Следующий вопрос – а как мы эти потребности будем закрывать? То есть у нас была гипотеза, что есть такая потребность, она подтвердилась. Но дальше у нас есть гипотеза, что вот такой способ закрытия будет наиболее эффективный. Или другой способ закрытия. И здесь тоже нужны проверки. То есть поэтому зачастую этап проверки гипотез о потребности и этап проверки гипотез о решении – это два разных этапа. Один идет за другим. После этого мы делаем прототипы. После этого мы делаем MVP. То есть это все, это первое, как правило, от месяца до полугода работы продукта, когда мы проверяем свои гипотезы и развиваем наше гидро. Затем внедрение. Мы уже уверены в том, что потребность есть. Мы доработали продукт до той стадии, которую мы готовы показывать пользователю. Поэтому здесь мы подключаем рекламу, бренд, дистрибуцию. То есть мы начинаем качать трафик. Сейчас в случае IT-приложения трафик – это не менее, а где-то даже и более важная магия, чем, собственно, закрытие потребностей. То есть какое-то время продукт – это вот к вопросу про парадоксальные какие-то случаи, когда есть немножко бесполезные продукты, которые, тем не менее, приносят прибыль. Правильно организованный, талантливо организованный трафик может какое-то время на плаву в плюс поддерживать продукт, который на самом деле не очень нужен, создавая хайп вокруг него. Но долго так продолжаться не может. А вот если у нас продукт, который мы действительно проверили и который эффективно работает, то мы хотим, чтобы он не просто внедрился, чтобы он рос. Здесь происходит рост всего, всех метрик, на которые мы ориентируемся. То есть обороты клиентов, рост рынка и конкуренция. Вот это важный момент. Как только вы прошли этап внедрения и начали активно расти, это вот этап взрывного роста, в этот же самый момент появятся конкуренты. Потому что у вас есть рынок, который вы очень быстро выедаете. Люди вокруг это видят и тоже хотят кусочек этого пирога. Поэтому будьте готовы к тому, что если вы когда-нибудь создадите классный популярный продукт, сразу появятся копии, которые попытаются ниши тоже занять. То есть будет переделка рынка. Затем зрелость. То есть происходит замедление этого роста. Это этап, как правило, улучшения эффективности и закрытия долгов. То есть во время роста наша главная задача – это рост поддерживать на уровне технологий, на уровне закрытия боли пользователей, объедать как можно больше рынка. Вот здесь рынок уже более-менее поделен. То есть что мы дальше делаем? Мы постепенно улучшаем продукт. То есть мы регулярно опрашиваем пользователей, мы собираем обратную связь. Мы делаем так, чтобы он закрывал потребности еще лучше. Он базово уже работает. Все уже здорово, но можно еще чуть лучше. Мы повышаем эффективность. Мы оптимизируем процессы на уровне компании и на уровне продукта. Делаем лучше UX, делаем лучше UI. То есть мы работаем с самим продуктом, а не ядром. Мы закрываем долги. То есть если, например, мы во время фазы роста – это очень частая история, когда из-за того, что рост очень быстрый и зачастую не предполагался таковым, принимаются быстрые решения, которые технологически не очень выгодны. То есть решения зачастую принимаются исходя из того, что в моменте нужно что-то сделать, а не мы можем потратить больше времени и сделать это более качественно. Вот на этапе зрелости техдолг закрывается. То есть мы начинаем перелопачивать наш код, мы начинаем рефакторить его, мы начинаем улучшать каждый из этапов изнутри, для того, чтобы наша система просто не легла в какой-то момент. Раньше у нас для этого не было времени, у нас были другие приоритеты. Вот здесь самое время. Кроме того, возможно, мы брали какие-то кредиты под это дело. То есть это вот этап зрелости – это этап, когда мы закрываем и техдолг, экономический долг и рассчитываемся по всем кредитам. Затем насыщение. Рынок уже полностью поделен, то есть остается бороться за его части. Тут уже включается «Гра престола», включается маркетинг, включаются политические всякие штуки, включаются покупки компаний, вроде того, что Яндекс в какой-то момент купил Uber. На уровне продукта это стадия поддержки. То есть, как правило, мы поддерживаем, мы продолжаем вводить улучшения, но это не настолько активный этап, как предыдущий. И, наконец, спад. То есть это общее падение, поддержание, обновление. Вот я бы обратил внимание на последний пункт. Есть продукты, у которых это цикличный процесс. То есть, когда мы прошли через развитие, внедрение, рост зрелости, насыщение и вышли на спад, можно сделать пивот, можно найти другую потребность, можно преобразовать продукт так, что мы снова окажемся в начале этого цикла. Просто наше преимущество в том, что у нас уже будет какая-то база, то есть некоторые из этих этапов будут более удобно проходить. Так, Даниил, этапы же могут повторяться, чередоваться. Да, да-да-да, это вот ровно то, про что я говорю. Итак, еще раз. Наши основные этапы – это развитие, внедрение, рост, зрелость, насыщение и спад. Проговорили, что на каждом из этих этапов происходит. Есть еще какие-то вопросы? Вот Даниилу задал. Может быть, что-то еще интересно? Или двигаемся дальше, все понятно. Опять же, у нас необязательно должен циклично повторяться весь процесс. Например, у нас может быть такое, что мы на уровне развития дошли до внедрения и увидели, что почему-то вот где-то мы здесь ошиблись, и даже с рекламой у нас не качается трафик, или у нас не закрывается потребность. Мы возвращаемся на этап развития, выбираем другую гипотезу или пивотимся, то есть меняем наш продукт, пытаемся закрывать другую потребность и снова проходим эти два этапа. Алена, а как же ретриверы? Ну, ретриверы, возможно, еще будут. Я же не обещал, что они будут прямо на следующей лекции. Даниил, это я хотел спросить. Отлично, отлично. Тогда давайте поговорим про метрики. Ага, вижу вопросы. Хорошо, перед тем, как говорить про метрики, отвечу. Рашид, как отличить период насыщения от периода спада, будучи пользователем? Я бы сказал, что будучи пользователем, скорее всего, ты разницу не заметишь. То есть это жизненный цикл продукта, который ты видишь, как его продукт, например, или как его CPO или SEO. Как пользователь, ты на уровне работы техподдержки с тобой, ты этого не увидишь. На уровне самого продукта ты это не увидишь. Это будет заметно. Я просто решил спросить, потому что, по-моему, в домашнем задании нам нужно будет определять, на каком периоде находится продукт. И вот я задался вопросом, как же это сделать точнее. Отличный вопрос. Я бы в домашнем задании попытался поставить себя на место продукта-оунера. То есть по внешним признакам, которые вы уже знаете про продукт, пытался бы... Тут в любом случае ты его будешь воспринимать не как пользователь, а скорее как продакт. То есть вот у нас есть, не знаю, условно, тот же самый Delivery Club. Как он себя ведет? Попытайтесь найти какую-нибудь статистику в интернете, которая вам может помочь. Например, количество пользователей в 2018 году, и, наоборот, в 2019-2020. То есть вот эти кусочки, они вам помогут именно продуктово понять, на какой стадии находится продукт. Надеюсь, ответил на вопрос. Саша, а если продукты как раз подпродукт типа ленты, рекомендации, каталога, отзывов и так далее, то развитие зависит от большого продукта, в котором вводят эти подпродукты. И да, и нет. То есть у тебя у каждого подпродукта может быть точно такой же цикл развития, как и у каждого продукта. Просто у тебя этот цикл отчасти будет зависеть от большого продукта. Например, ты не сможешь активно расти, пока у тебя не дадут такой возможности. Например, мы сделали новую классную рекомендационную систему в YouTube. У нас была какая-то гипотеза о том, как это должно работать. Мы ее проверили, сделали прототип, потом MVP, выкатили на ограниченную аудиторию, либо об тестировании проверили. Затем рассказали, а вот дальше нас не пускают. Но на самом деле, как правило, даже на этом этапе, если у нас есть какая-то классная фича, но ее еще не готовы запровить, мы остановимся и будем ждать большого продукта. Это вот история как раз про подпродукт и продукт. Так, Ксюша, может ли компания... А, компания. Может ли компания уйти совсем в другую отрасль в начале нового этапа? Например, нефтяная компания начинает внедрять альтернативные источники энергии, с какой вероятностью новый продукт станет основным? Может ли, да, может. Есть история компании, у которой опивотились и переходили к новому производству. Особенно это касается больших компаний, не знаю, там условно, Volvo, Siemens, Xerox. Ну, то есть есть ребята, которые меняли сильно свой вектор работы. Насколько этот продукт станет основным, я думаю, это будет зависеть от того, насколько он успешно будет закрывать потребность, насколько будет сильно в него вкладываться и насколько его будут готовы развивать. То есть такая вероятность есть. Парадигма, когда у нас один продукт сменяет другую, она вполне работает. Да, вот, кстати, Samsung, совершенно верно, танкеры и электроника. Я, насколько помню, чуть ли не Siemens начинали с того, что занимались танками. Не помню точно. Арина, у меня возник вопрос. Фичи нужны для того, чтобы дополнять киллер-фичу? Да, все так. То есть у тебя есть киллер-фича, это основная... Это какая-то штука, которая закрывает потребность. Это что-то, из-за чего твоим продуктам будут пользоваться. Но, скорее всего, если кто-то выйдет и сделает, не знаю, продукт более удобным, продукт с техподдержкой, продукт, где есть та же самая киллер-фича, но еще есть кроме нее что-то, то аудитория начнет перетекать. То есть задача фичи – это сделать использование более удобным и закрыть дополнительные маленькие потребности, которые появляются. Основная потребность у нас закрывается, но, как правило, особенно если конкуренция сильная, уже идет не закрытие киллер-фичи, а фичей. Вот, например, сейчас хороший пример. В России очень круто развит банковский сектор в плане IT. На самом деле, в той же Европе, например, это далеко не так. Качество того, как у нас это выполнено, очень высокое. Тоже приложение Тинькоффа, Сбера, бывшее приложение почившего рокета. И все они так или иначе, у них киллер-фича, которая была изначально, лет пять назад, она уже закрыта. У всех них на одном и том же уровне. То есть единственный шанс – это добавлять дополнительные фичи, которые будут закрывать потребности. Рашид, про подпродукты, так как с историями из Инстаграма, которые растащили все другие приложения. Да, да. Полина, спад продуктов всегда неизбежен. Да, так или иначе, это всегда произойдет. Ну, это естественный жизненный цикл. Все, что имеет начало, все имеет конец. Только если ты не создаешь вселенную из ничего, запуская ее снова и снова, то вряд ли. Дима, почему происходит падение продукта? Потому что потребности успешно закрылись. На самом деле, по разным причинам. То есть иногда есть вероятность, что ты развиваешь свой продукт, но у тебя слишком большой техдолг, ты начинаешь его закрывать, перестаешь работать над фичами, а люди, которые шли за тобой, они начинают, у них уже закрыт техдолг, потому что они начали позже и сделали все по уму. Они начинают выкатывать новые фичи, аудитория перетекает и больше не возвращается к тебе. Есть вариант, ну вот, например, схожая история была с Фортнайтом и PUBG, при том, что PUBG это один из первых наиболее известных игр в жанре Королевская битва, сейчас аудитория Фортнайта несравнима больше. Иногда бывает просто так, что потребность перестает быть актуальной. То есть происходит какой-то технический прогресс, который закрывает ее на более высоком уровне. А иногда бывает так, что выходит другой игрок, который закрывает ее круче. То есть так или иначе, этот процесс происходит спад, а просто причины могут быть разные. Дима, понимаю, что все циклично, но почему не может быть постоянного насыщения? Вот как раз ответил на вопрос, только что. Да, окей, супер. Давайте продолжать. Поговорим, собственно, про метрики, как я и обещал. Что такое метрики, почему, черт возьми, все о них говорят, почему они настолько важны в работе продукта и какие основные метрики вообще бывают. Сейчас будет много аббревиатур, я постараюсь каждую не прошифровать. И будьте внимательны, сейчас будет важный этап, потому что дальше в течение курса, да и в течение своей работы вы очень много будете с этими метриками сталкиваться, поэтому важно будет на лету уметь с ними работать. Итак, в продукте только и разговоров, что о метриках. Что это такое? Давайте точно и так же, как и с продуктом, для начала введем базовое определение. Что такое метрики? К вам вопрос. Шкала измерения, количественные данные, мера, ключевые показатели эффективности, способ измерить какие-либо показатели, количественные показатели, которые отражают те или иные качества продукта, основные количественные показатели, количественный способ измерить какую-либо характеристику. Ага, ага. Да, да, совершенно верно. Молодцы. Общее определение правильное, я, как правило, пользуюсь таким определением. Метрика – это любой измеряемый показатель продукта. То есть, если вы что-то в рамках продукта можете измерить, количество пользователей, оборот, EBITDA, РПУ, ПТТ, не так важно, это будет метрика. Ну, то есть, как бы метрика измеряема, однокоренные слова. Важно помнить, вот здесь, ребята, я прям максимально акцентирую, не могу сакцентировать еще сильнее. Метрика – это средство, а не цель. Почему это важно помнить? Потому что зачастую в бизнесе, когда мы работаем с продуктом, есть большой соблазн в качестве цели выбирать метрики. Ну, например, мы улучшаем количество пользователей. Но метрика – это только средство. То есть, с точки зрения бизнеса, что мы в итоге хотим сделать? Мы, например, хотим, чтобы про наш проект как можно больше узнали. У нас активная фаза роста. Или мы в итоге хотим прокачать нашу выручку. Или мы хотим выйти на IPO. То есть, цель, она более глобальная. А метрика – это конкретное выражение средств достижения этой цели. Поэтому помните про то, что метрика – это средство. Более того, в разных ситуациях разные метрики могут быть наиболее правильным средством достижения цели. Зачем нужны вообще метрики? Они помогают определить успешность проекта в цифрах, посмотреть на поведение пользователей, выстроить продуктовую стратегию, оценить продукт. То есть, так или иначе, это все примеры целей, которые могут быть выражены в метриках. В чем секрет правильных метрик? Тут, на самом деле, все очень просто. Секрет правильных метрик, вот исходя из того, что я только что сказал, в правильных вопросах. То есть, когда мы начинаем работать с какой-то целью, когда к нам приходят и говорят, слушайте, вот у нас, не знаю, например, цель на следующий финансовый год вот такая. Начните не с того, что вы говорите, отлично, будем растить такую-то метрику, а с того, что вы зададите вопросы. В принципе, привыкайте к тому, что в любой ситуации вы задаете вопрос, зачем? Полезно знать, зачем вы что-то делаете. А после этого задаете еще ряд уточняющих вопросов для того, чтобы понять, какая именно метрика или несколько метрик лучше всего подойдет для вашей цели. И давайте теперь тогда поговорим про конкретные примеры метрик, ну и, собственно, как искать пользователей в метриках и, наоборот, метрики в пользователях. Поехали. Первое – это конверсия или на английском языке conversion rate. Я сейчас буду, как правило, давать и английский вариант тоже, потому что в работе продукта вообще важно знать английский язык, зачастую самые полезные статьи выходят на английском, и поэтому важно уметь читать и на английском, и на русском. Что такое конверсия? Это процент перехода пользователей с одного этапа продукта на другой. Конверсия наверняка вы про нее знаете, если работали с мобильными приложениями или с сайтами. То есть это конверсия перехода на сайт, конверсия из перехода в захода в корзину, конверсия из захода в корзину в покупку. Или, например, у нас есть сайт с подписочной системой, какой-нибудь там, не знаю, DTF или TJ. У нас есть ежемесячные уникальные посетители, это самая большая воронка. Затем их становится меньше, это постоянные посетители. Еще меньше ежедневные, еще меньше платные подписчики. Зачастую, когда мы работаем с продуктом, есть так называемые пиратские метрики, I-A-A-R-R-R, называется R-YAR, поэтому они и называются пиратскими. Сегодня в лекции я про них не буду говорить, у нас просто не хватит времени, но в конце, когда буду давать домашнее задание, дам полезную ссылку, по которой рассказывается про эти метрики. Вот зачастую это как раз-таки про это, про то, как правильно конверсионно переходить с одного этапа на другой, и как понять, какой из этапов растить. Ну, просто потому, что логично. Например, вы видите, что у вас есть какая-то конверсия с разных этапов, у вас есть цель вырастить последний этап. Что можно сделать? Можно вырастить этот этап, а можно сделать шире вот эту воронку, при этом оставив конверсию перехода на каждом из этапов такой же. Но за счет того, что эта воронка будет шире, итоговое количество платных подписчиков тоже станет больше. А можно увеличить конверсию на каком-то из предыдущих этапов. То есть здесь можно уже этим играться, это как раз-таки разные метрики. Вторая метрика – рост новых пользователей или New Customer Growth Rate. Что это такое? Это как быстро продукт растет по пользователям, прямой показатель того, насколько вы увеличиваетесь в количестве пользователей. Важный нюанс – подходите к этой метрике с умом. Почему? Потому что, например, если вы смотрите на свой продукт и видите, каждый день у нас появляется 200 новых пользователей. Круто, классно, не знаю, может быть еще и 10 из них – это подписчики. Вау! Но при этом, возможно, у вас каждый день 300 старых пользователей отваливается. То есть на первый взгляд будет казаться, что вы растете, а по факту у вас количество пользователей уменьшается. Поэтому зачастую, когда говорят про пользователей, смотрят не в чистом виде на рост новых пользователей, а на комбинацию. То есть количество новых пользователей минус количество ушедших. Это в чистом виде будет перерост вашего продукта по пользователям. Собственно, поэтому важно следить за оттоком пользователей или так называемый чернрейт. Чёрнрейт – это отношение ушедших пользователей к общей базе. То есть, например, в этом месяце у нас уже 150 человек, а на начало месяца было 100. Соответственно, наш чернрейт – это 50 разделить на 150%. Довольно плохой на самом деле. Ну, логичным образом, чем меньше наш чернрейт, тем лучше. То есть у нас очень небольшой процент пользователей от общего числа, которые из продукта уходят. Стоимость привлечения – CPA и CAC. Две разные аббревиатуры, которые одно и то же по сути означают. Либо Cost Per Acquisition, либо Customer Acquisition Cost. То есть сколько стоит привлечь нового пользователя. Стандартная история, особенно когда мы находим какую-то незакрытую потребность. Елена, мемы из доктора кто? Да, да, есть немножко. Грешен. Когда мы находим незакрытую потребность пользователя или новый классный способ закрыть уже имеющуюся потребность, которую закрывают каким-то образом, на первых порах привлечь новых пользователей будет очень просто. Вплоть до того, что... Алексей. Per Action. На самом деле это зависит от... То есть это может быть Cost Per Acquisition, может быть Cost Per Action. CPA как Per Cost Per Action чаще используется в каких-нибудь маркетинговых проектах или в сетях. Когда мы работаем на уровне продукта, у нас просто Cost Per Action – это может быть, например, нажатие. У нас может быть нажатие на нашу рекламу и переход в продукт. Но при этом эквизишном считается не переход в продукт, а когда у нас оплачивается подписка. Поэтому часто бывает то, что получить пользователя – это не конкретное действие, а цепочка действий. Но когда мы говорим про маркетинг, там, как правило, Cost Per Action. Да-да-да, именно так. Так вот, к чему я вел? На первых порах, если особенно вы нашли новую потребность, которая не была закрыта, или нашли классный способ закрыть потребности уже имеющиеся, у вас стоимость привлечения будет очень низкая. В том же примере Clubhouse за счет элитарности они смогли добиться хайпа. Ну и в целом вот эта история про инфлюенсеров и про элитарность, она позволяет снизить стоимость привлечения. Но как только ваш продукт начнет расти, стоимость привлечения тоже будет расти. Простой пример. В игре, над которой я работал, на старте стоимость привлечения была порядка 10 центов. К моменту, когда я уходил из проекта, каждый новый пользователь стоил порядка, по-моему, 6 или 7 долларов. То есть стоимость выросла в 60-70 раз. Именно поэтому, например, на разных стадиях продукта разные маркетинговые приемы и разные маркетинговые стратегии наиболее эффективны. То есть, условно говоря, если у нас есть уже немолодой продукт со сформировавшейся аудиторией, большой, которому, не знаю, 4 или 5 лет, привлечь нового пользователя может быть намного дороже, чем сделать ретаргетинг и вернуть пользователя, который с нами уже был. Или чем, например, вернуть пользователя используя не маркетинговые рекламу, а используя соцсети. То есть у нас есть социально вовлеченные пользователи, которые тусят в наших соцсетях просто потому, что у нас классный контент. Они, может, уже даже не играют в игру, но продолжают за ней следить. Это, на самом деле, характерная история, например, для League of Legends. Там есть большое количество игроков, которые перестали в нее играть, как в продукт, но продолжают следить, потому что там классный комьюнити, там интересный контент, который они создают. Фактически их комьюнити и соцсети – это отдельный продукт в рамках продукта. Для них это выгодно, потому что, когда им нужно будет привлечь людей к новому продукту или к обновлению старого, у них уже есть сформировавшаяся база, которая в них заинтересована, которая с большей вероятностью вернется. Как показывают исследования, социально вовлеченные пользователи, они платят больше и возвращаются лучше. Да, ну, собственно, вот то, про что я сейчас рассказывал, то, что она растет с ростом продукта. Пожизненная ценность клиента – LTV или CLTV – Lifetime Value или Customer Lifetime Value. Это то, для чего, собственно, мы смотрим предыдущий этап – Cost Per Requisition. То есть, если на этом этапе мы смотрим, сколько нам стоит привлечь нового пользователя, то здесь мы смотрим, сколько средний пользователь приносит прибыли за все время использования продукта. То есть у нас, не знаю, есть, например, условный ВАСИ в вакууме, и мы знаем, что среднестатистически 90% таких ВАСИ, они купят подписку на полгода. Скорее всего, они ее не продлят, но и вряд ли по какой-то причине перестанут пользоваться продуктом раньше, чем через полгода. То есть в среднем мы можем говорить о том, что, например, если подписка на полгода стоит 600 рублей, то наш Lifetime Value будет 600 рублей. Соответственно, наша цель – это, например, сделать так, чтобы он пользовался не полгода, а год, и мы заработали больше. На самом деле вот на CPA или CAC и LTV на этих двух метриках во многом строится юнит-экономика. Вы наверняка слышали это словосочетание. По сути, юнит-экономика – это вы рассчитываете всю бизнес-модель своего продукта или сервиса для одного выбранного юнита, в случае IT-приложения, это чаще всего один пользователь, один юзер, высчитывая все траты, которые нужны для его привлечения и поддержки. Тут еще важно, что это не только привлечение, но и поддержание. Техподдержка, саппорт, комьюнити, и сколько денег вы с него получите. Ну и понятным образом, если в итоге у вас получается ноль или минус, скорее всего, что-то не то. Но только если вы не работаете на привлечение. Возможно, вас сейчас устраивает то, что у вас будет минус, но при этом активные люди будут приходить. Это тот бюджет, который вы закладываете. А дальше вы знаете, насколько вы можете увеличить стоимость своей подписки или стоимость своих услуг для того, чтобы выйти в плюс. Возможно, вы работаете уже в плюс. Тогда здорово, вы все классно посчитали, бизнес можно запускать. Сколько средний пользователь приносит прибыли? То есть пожизненная ценность клиента – это прибыль за все время, а не просто за какой-то промежуток времени, типа месяц или два. И еще несколько полезных метрик. Есть метрика такая, как активные пользователи. Активность в разных приложениях определяется по-разному или в разных сервисах. Где-то это подписка на email-рассылку, где-то это первая покупка в магазине, где-то это подписка на сервис, где-то, например, в нашем случае, в National Alerts, активный пользователь – это не просто человек, который зарегистрировался в нашем сервисе, это человек, у которого был хотя бы один донат, то есть у которого был активный стрим и у которого пересылали деньги. Есть оборот, такая высокоуровневая, она очень важная метрика, она не учитывает ваши расходы, но она в целом показывает, насколько вы растете по деньгам. Есть RPU и RPPU, очень схожие метрики – это Average Revenue Per User, а это Average Revenue Per Paying User, то есть средняя прибыль от пользователя, а это средняя прибыль от платящего пользователя. Как она находится? Мы берем весь наш оборот, всю нашу прибыль, и в одном случае делим на всех пользователей, а во втором случае делим на всех платящих пользователей. Понятно, что в идеале эти цифры совпадают, то есть это будет означать, что у нас количество пользователей и количество платящих пользователей одинаковое, у нас все пользователи платят, но это редкий сценарий. То есть в среднем RPU меньше, чем RPPU, но обе метрики важны. Есть Bounce Rate, есть PTAT, это такая более маркетинговая комьюнити метрика, People Talk About That, насколько ваш продукт или ваш сервис, вашу компанию, насколько активно ее обсуждают в интернете. Есть количество сессий, есть использование метрик, есть EBITDA. EBITDA – это, собственно, та самая метрика, по которой сейчас определяется успешность больших компаний. Почему? Потому что она позволяет рассчитать все ваши затраты, но с учетом разницы налоговложения. То есть у вас есть компания, не знаю, в Казахстане, России и Америке, и вы сможете сравнить их EBITDA, будучи уверены в том, что здесь уже учтены кредиты, затраты на офисное оборудование, на DMS, на соцпакет, пользователей, на налоги, которые вычитаются в каждой стране по-своему. И вот это та сумма, в чистом виде которой можно будет сравнивать. Есть Net Promoter Score. Самое важное – это правильные вопросы. То есть на самом деле вот эти вот симметрики, которые здесь так появлялись активно, так или иначе они бесполезны, если вы не задали правильные вопросы. Еще раз напоминаю, не стоит гнаться за какой-то одной конкретной метрикой. Метрики – это средство, а не цель. Полезно уметь с ними работать, но еще важнее в каждой ситуации уметь выбрать правильную метрику, от которой мы отталкиваемся. Есть ли какие-то вопросы? Retention Rate – да, есть такая метрика. Так, глупый вопрос, давай. Можно голосом задать? Если мы отталкиваемся от тезиса о том, что метрик много, но правильные вопросы важнее, сильной ли ошибкой будет, например, не знать название какой-то правильной метрики, но придумать ей свое название, использовать ее в проекте, главное за это направление. Я бы сказал, что это не будет критичная ошибка, это не что-то, что повлияет на то, что проект не взлетит. Но, знаешь, как в любом, не знаю, в любой организации, в любой сфере деятельности, не знаю, в металлопромышленности, ты можешь, конечно, использовать фразы типа «вот та штучка, которую мы прокатываем на заводе», или «та штучка, из которой мы выливаем раскаленный металл», но просто на уровне коммуникации и эффективности это будет сложнее. Поэтому есть какие-то общепринятые обозначения, которые все используют. Я, скорее, в случае, когда мы используем, ну, как нам кажется, ранее неиспользованную метрику, которая подходит для нашего конкретного проекта. Стоит ли тратить время на поиск аналогичных в других материалах, или можно забить и действовать просто вот так? Я бы сказал, что если ты работаешь с каким-то проектом, у тебя есть метрика, которую ты придумала, скорее всего, уже есть несколько тысяч проектов, у которых эта метрика использовалась. То есть сейчас очень редко изобретаются принципиально новые метрики. Не знаю, у вас может быть с товарик список из какого-то количества метрик, которые закрут 90% ваших потребностей. Да, в целом, если ты понимаешь, что эта метрика быстро не гуглится, ты вбила описание, спросила у ментора или старших товарищей, они не смогли тебе ответить, то можно и забить, и придумать название для того, чтобы использовать. Но это будет очень специфичный продукт. То есть если вы в продукте, ориентируясь на метрику, которую никто до этого не использовал, это значит, что вы придумали что-то принципиально новое, и, скорее всего, у вас очень, например, наукоемкое производство. Либо просто вы этого не нашли. Но зачастую это не потребует много времени на поиски. Так, пам-пам-пам-пам-пам. Саша спрашивает, что такое bounce rate? Bounce rate – это, по сути, показатель отказов. Это, как правило, метрика, которая используется не в приложениях и сервисах, а на сайтах. И она показывает соотношение количества посетителей, которые покинули сайт прямо со страницы входа или которые посмотрели только одну страницу сайта. То есть bounce – это предполагается, что пользователь прыгает по разным страницам. Более того, если ты обратишь внимание на каких-нибудь особенно желтушных сайтах, почти всегда, если ты читаешь какую-нибудь статью, в самой статье вшиты еще несколько ссылок для того, чтобы, ты не знаю, там дается какое-то определение, и сказано, вот для того, чтобы почитать, пойдете сюда. Или это напоминает другой мой случай, чтобы узнать подробнее, перейдите в эту статью. Вот это как раз история, которая повышает bounce rate. Ебеда – классический показатель из двухотчетности по MSFO. Да, да, ну то есть Ебеда – это вообще история, которая пришла к нам от бухгалтерии, но очень переживалась в IT-миле на текущий момент. Тут тоже комментарии по поводу того, что Настя спрашивала, что метрики, они иногда не то, что принципиально новые появляются, они иногда переходят просто из других областей, но потому что метрика, еще раз повторюсь, это что-то, какой-то измеримый показатель продукта. И это значит, что, скорее всего, она существовала и раньше. Ну, раньше была аналитика, люди как-то мерили разные показатели бизнеса. Просто некоторые метрики, они еще не прижились в IT конкретно, если мы сейчас пройти будем говорить. А, Алексей, мы будем потом просчитывать экономику. Смотри, в рамках этого курса у нас нет цикла про юнит-экономику и в целом про экономику бизнеса. У нас все-таки курс больше посвященный основам, и мы говорим про то, что такое продукт, как найти потребность, что такое гипотеза, как искать ее закрытие, что такое прототипирование. У нас ближе к концу курса будет отдельная лекция про типы монетизации юнит-экономика. Мы про это, безусловно, поговорим. И, возможно, там будет задание, связанное с просчитыванием, но, я думаю, там не будет суперсложно. То есть, это не какая-то низкоуровневая история. Тебе должно быть единство языка, иначе просто не получится взаимопонимание. Да, Елен, все правильно. Просто там был пример того, что, возможно, потенциально есть метрика, которую раньше не использовали и не обсуждали. Так, словарь метрик. Хорошо. Пожалуйста, Саша. Хорошо, да, про словарь метрик я понял. Тогда я постараюсь оставить. И тоже, если вы сталкивались с какой-то метрикой, которая вам кажется важной, но которую вы не увидите, можете написать, обсудим. Окей. Давайте тогда поговорим, что мы успели сегодня обсудить. Во-первых, ну, мы большие молодцы, на самом деле. Вот спустя два часа мы знаем много больше, чем знали до этого. Во-первых, мы поговорили, что такое продукт. Мы базово определили для того, чтобы понимать, что мы имеем под этим в виду. Тут важный нюанс, что продукт, еще раз напоминаю, это не только IT-индустрия. Просто в нашем случае IT-индустрия сейчас наиболее развитая и наиболее быстро развивающаяся. И поэтому чаще всего продукты встречаются в IT. Мы поговорили, зачем нужен продукт. То есть в прошлый раз мы обсуждали, кто такой продукт-менеджер, зачем нужен он, какие функции он выполняет. А сегодня мы поговорили, а что такое продукты, зачем нужны продукты. Обсудили проблемы пользователей, почему они нужны. Что есть хотелки, боли, проблемы. Так или иначе, это все вместе потребности. Что часто есть продукты, которые закрывают сразу несколько подтипов. Может быть, боли или хотелку, или боли и какую-то проблему. И что потребности, они могут быть либо принципиально новыми. Это редкая история. И, с одной стороны, здесь очень везет, если вы такую потребность находите. Но, с другой стороны, вам нужно будет убедить людей в том, что такая потребность у них есть. И здесь важно не перепутать убеждение в том, что потребность есть, когда она правда есть. И убеждение в том, что потребность есть, когда ее на самом деле нет. Это вот большая разница. Или это закрытие потребностей, которые уже имеются, но просто вы нашли более эффективный способ, который людям больше понравится. То есть, например, не знаю, мы хотим перемещаться из точки А в точку Б. У нас есть лошади. Мы можем заниматься тем, что мы подковываем лошади, и у них меньше стаптываются копыта. Тем самым мы улучшаем количество возможных поездок, улучшаем качество поездок. А можем придумать карету. Или вообще можем придумать двигатель и изобрести автомобили. Но, как правило, когда есть принципиально новое решение проблемы, которое со временем полностью займет эту нишу и закроет потребность по-другому. Довольно длительный этап, когда нужно поменять майнсет людей. Я думаю, вы помните, как сложно был с точки зрения прогресса переход от лошадей к автомобилям. Мы поговорили про компонент продукта. Из чего он состоит? Что есть ядро продукта, его основная киллер-фича USP. Есть сам продукт. Это разные фичи, бренд, лого, дизайн. Есть дополненный продукт. Поддержка, распространение, саппорт, комьюнити, реклама. То есть все, что выстраивается вокруг. Что такое жизненный цикл и его этапы? То есть из каких жизненных этапов состоит продукт, как он по ним проходит, что характерно для каждого из этапов. Кроме того, проговорили, что в целом существуют продукты, которые в конце своей жизни делают разворот и начинают этот цикл сначала. А порой бывает так, что и отдельные элементы цикла снова повторяются. Поговорили о том, что такое метрики. Точно так же, как и для продукта, ввели определение метрик и как их правильно готовить. То есть как их использовать, для чего они нужны, какие есть основные метрики, в том числе касающиеся пользователей в продукте. Про что особо не поговорили, про пиратскую воронку. Я про нее немножко сказал, но сейчас дам ссылочку, когда буду давать домашнее задание, где это подробно рассказывается. Спасибо вам большое за внимание. Продолжение следует...